Часто мы используем фреймворки, конечно, наших коллег, берем уже готовые решения. Но AutoML это то, что родилось в башне А на 20 этаже. И вот, собственно, когда обучать линейные модели, мы придумывали с Димой Меркушевым, сейчас руководитель группы машинного обучения почты. И, в общем, сидели на бумажках, писали все вот эти лосс-функции, что на чем надо запускать и как сохранить преемственность. И вот, собственно, Диму приглашаю на сцену. Мы за все долгие годы, что мы здесь работаем, продвинулись от линейных моделей аж до больших языковых. И Дима расскажет, как мы с ними живем, как жили и продолжаем жить. Дим, если в какой-то момент ты заметишь, что подаю тебе бровями знаки, это значит, что осталось 5 минут. Раз-два. Все, пока все идет как нужно. Я вижу себя. Так задумано, да? Ну ладно. Привет. Я, в общем, сегодня здесь представляю, во-первых, как и все сегодняшние спикеры, наше большое направление машинного обучения в Mail.ru. Но еще в данном конкретном случае я амбассадорю одну команду нашего машинного обучения. Ту команду, про которую здесь написано, в общем, чем заняться до ее найма. Команду LLM. Ну, надо сказать, что это не только команда, которая занимается языковыми моделями, это вообще команда, которая занимается разными продуктовыми механиками на основе модели машинного обучения. Замечательные ребята сидят, многие из них сидят сегодня здесь, со многими из них можно будет пообщаться. Вот, соответственно, о чем хочется сегодня поговорить? На самом деле LLM, понятно, такой fast forward, только что говорили про разные довольно, в некотором смысле, исторические модели. LLM – это такой срез того, что происходит прямо здесь и сейчас. И сейчас хочется немножко додать контекста вокруг того, какие best practices, какие, может быть, уроки мы извлекли из нашего пути в этом направлении, в направлении запуска GPT-фич, фич, основанных на GPT-архитектурах в наших продуктах. На самом деле, мне лично было бы очень ценно вот тот чек-лист, который будет написан в конце моей сегодняшней презентации, иметь сразу, чтобы он не дался той болью, которой он дался по ходу полугода разработки, а вот чтобы я сразу понимал, ага, мне надо пробежаться по этим пунктам, и все сразу будет хорошо. Лично для меня в этом была очень большая ценность. В целом, то, что мы сегодня обсудим, совершенно точно актуально для руководителей в сфере ML, которые оценивают стратегию своего присутствия вообще на рынке решений, связанных с языковыми моделями. Кстати, а поднимите, пожалуйста, руки, кто представляет компании, в которых генеративок, больших языковых моделей нет. Ну, есть, люди есть, хорошо. А поднимите, пожалуйста, те, у кого она есть, но не в продакшене. Тоже такие есть. Ну, вот хорошо. Я думаю, что то же, что мы сегодня обсудим, оно так или иначе будет полезно либо вам, либо вы хорошо поймете, кому можно будет переадресовать эти вопросы, чтобы как-то ускориться на пути внедрения. Вот. Основное утверждение заключается в том, что не разработка единой. На этапе вообще вот этого большого пути в сторону языковых моделей очень важным становится тот факт, как именно сформулировать для себя вопросы, в какой последовательности начать на них отвечать, пока мы не затеяли вот то основное, а именно разработку. Вот. Очень многие вещи можно сгладить. Сегодня как раз поговорим примерно как. Важные вопросы, которых мы будем сегодня касаться, они на самом деле задевают, ну, вот примерно 4 блока. Это вопрос ресурсов, причем и железных, и человеческих. Это вопрос того, как нужно немножко перестроить вообще подход в продумывании новых продуктовых механик. Ну, в общем, в целом поменять майнсет в продукте и ваш, и ваших продуктов, и руководителей ваших продуктов. Ну, в общем, так по цепочке и выше. Обязательно в любом крупном проекте подумать про риски, желательно подумать загодя, не после того, как все они реализовались. И, на самом деле, может быть, контринтуитивная история про то, что бежать надо быстро, но, в общем, не так быстро, как может казаться изначально. В общем, скорость, темп продвижения по этой истории тоже довольно интересная штука. Сегодня немножко поговорим. Первое на что, первый вопрос, который хочется себе задать для того, чтобы туда идти, это, в общем, а с какой целью мы туда идем, какую ценность мы для себя там хотим найти, и вообще какие у нас ожидания, связанные с потенциальным запуском генеративок в нашем продакшене. Есть несколько ответов здесь. Простой и понятный, самый простой и понятный ответ, мы туда идем для того, чтобы делать что-то лучше. Либо, например, делать то, что мы делаем уже сейчас, но как-то более оптимизировано, меньшими ресурсами, автоматизировать, иными словами, либо начать делать больше, чем мы делаем сейчас, ну, то есть привнести какую-то дополнительную value, дополнительную value привнести. Это вот та история, которая условно называется оптимизацией. Это самая понятная штука, с которой можно коммуницировать с продуктом, с продуктами, с бизнесом. Зачем нам LLM? Ну как зачем? Вот сделать новые фичи. Ну да, разумно, классно. Тут важно понимать, что генеративки – это довольно такая новая относительно, ну так, в масштабе того, что мы делали в машинном обучении последние десяток лет, уж точно новая история. И новые фичи, связанные с генеративками – это, по сути, новый спрос. И тут очень важно, сможете ли… в какой роли вы собираетесь туда заходить. Вы хотите этот новый спрос создать, или вы хотите уже на… вы понимаете, что этот спрос есть, и вы хотите его удовлетворить. В зависимости от того, как вы себя здесь позиционируете, могут разниться и ваши решения. Например, вы хорошо понимаете, что очень многие пользуются какими-то доступными опишками для того, чтобы что-нибудь суммаризовать. Например, статьи в вебе, в браузере, прям уже кто-то даже встраивает суммаризаторы. Ну, отлично, посмотрев на это, хорошо понятно, что спрос есть. Можно действительно идти в сторону суммаризации, и это будет востребовано. Что для меня гораздо более ценно здесь – это вопрос технологичности. Можно идти в сторону языковых моделей для того, чтобы самим стать сильнее. Причем здесь есть две составляющие – внешняя и внутренняя. Внешняя составляющая, она такая, скорее, такая репутационная, показная в хорошем смысле. То есть правильно позиционируя себя наружу на этом пути, вы как бы прокачиваете много чего. Вы свой бренд, наверное, прокачаете. Я имею в виду буквально личный, например. То есть вы запустили генеративку классно, можно поездить по конференциям и рассказать про это. И все будут рады вас послушать, ваш опыт очень ценен. Можно в этом смысле прокачать не только ваш личный и внешний бренд, но и технологический бренд вашей команды. Если у вас есть генеративка, значит, наверное, вы что-то из себя представляете, раз вы смогли ее запустить. Значит, можно у вас чему-то поучиться. Ну и в целом, для того, чтобы пройти этот путь, надо много чего немножко попрокачивать в ваших процессах внутри компании. И это потихонечку тоже обрастет следствиями в медийном пространстве тоже. Статьи на Хабре напишите, все будет замечательно. Вот самая интересная история для меня здесь – это прокачивать внутреннюю технологичность. То есть то, что вы можете сделать сейчас, и то, что вам нужно для того, чтобы запустить генеративные фичи, это, как правило, две большие разницы. И на существующей инфраструктуре действительно мало кому это удается. Обычно это автоматически означает очень такое экстенсивное расширение сразу по нескольким направлениям. Ну, я думаю, что год назад никто бы не мог подумать о том, что такое EA… Ну, окей, полтора года назад никто бы не мог подумать, что такое EA-тренеры, как с ними жить, и что они могут обеспечить в ваших процессах внутри компании. Сейчас мы хорошо понимаем, что это довольно важный ингредиент, в первую очередь для обучения сетей, для элайнмента сетей, но, наверное, не только. Если подумать, можно весь этот штат тренеров использовать для каких-то еще вещей. Скорее всего, то, что вы хорошо накопили NLP-экспертизу, это замечательно. Для того, чтобы по-взрослому сварить какую-то языковую модель, этого будет недостаточно. Вам придется вместе со всеми проштудировать много статей, постоянно ориентироваться в изменениях на литербордах и так далее. Это естественным образом очень классно прокачивает всю вашу техническую команду, в том числе, в данном случае, связанную с NLP. Это прекрасно скажется не только на технических командах. Команды маркетинга, команды пиара тоже впервые, возможно, сталкиваются с таким большим челленджем, как правильно преподносить все достижения компании, связанные с генеративками. И это тоже классный опыт для них. Про ML-инфраструктуру, наверное, стоит сказать отдельно. Понятно, что генеративки в силу своего размера – это новые требования как к вычислительным ресурсам, к железу для обучения, железу для инференса, так и какие-то пайплайны сбора данных. Скорее всего, раньше они у вас были адаптированы для какого-то заведомо меньшего объема данных, чем обкачать весь рунет, отфильтровать его и так далее. Скорее всего, чтобы прийти в эту точку, вам нужно будет сделать ряд усилий, и эти усилия сделают вас сильнее. Ну и это тот случай, когда бежать нужно в этом направлении просто для того, чтобы стоять на месте, потому что рынок туда бежит. Ну и, соответственно, сложно загадывать, что может быть такой Next Big Think in AI, который сейчас, мне кажется, на любой панельке обсуждается. Возможно, в кулуарах нам тоже удастся с вами поговорить. Но вот если, а даже не если, а когда он случится, скорее всего, пройдя путь сейчас с генеративками, мы будем уже на шаг сильнее в более правильной позиции для старта, для готовности к следующему прыжку. Это всегда очень ценно. Окей, определились с тем, что может нам потенциально дать генеративная модель, языковая модель, большая языковая модель, теперь надо, в общем, фактуру туда нагнать, а именно, собственно, что мы хотим запускать-то. Надо бы погенерить сценарии. Тут, возможно, несколько историй. Ну, один из вариантов развития событий, при котором вы сразу понимаете какую-то киллер-фичу, ради которой вы хотите это все завести. Ну, не знаю, например, сразу вы поняли, что, окей, нужна вам суммаризация в почте. Отлично. Вот у вас уже есть один сценарий, и можно вообще all-in на него идти. Ну, как бы понятно, да? Делаем суммаризацию, все, отлично, генеративка нужна для этого. Это хорошо. Один сценарий в голове лучше, чем ничего. Но по-хорошему бы его как-то подстраховать еще другими сценариями, потому что поход, как мы уже обсуждали, будем еще обсуждать, довольно дорогой. И если вдруг суммаризация, ну, например, окажется невостребована для ваших пользователей, то будет несколько обидно. Ресурсы угроханы. Мы очень долго, много человека, часов, а выхлопа нет. Поэтому как бы хочется подстраховать и идти довольно широким фронтом здесь. А для этого нужно действительно сформировать условия, при которых не только суммаризация вам придет на ум, и не только вам на ум начнут приходить эти идеи. По-хорошему для этого хочется предложить вашим коллегам в идеале продуктам ваших разработок сетап, при котором они начинают понимать, зачем им могут быть полезны языковые модели, предоставляемые вам пишки, например, существующих вендоров для генеративных моделей, или как-то еще прокачивать их осознанность в этом пути. И если правильно посеять этот контекст, то через некоторое время они сами к вам придут с пачкой идей, которые вам только останется немножко, а, почелленджить, B – отфильтровать и C – приоритизировать. Вот это на самом деле дальше становится самым важным, а именно как помочь в приоритизации. Потому что приоритизировать можно по нескольким критериям. То есть, скорее всего, у вас родится какая-то табличка, типа той, которая представлена на слайде. И скоринговая модель здесь примерно должна быть следующей. Ну, как должна быть. По нашему опыту кажется, это хорошо работает. Во-первых, сценарии должны быть отфильтрованы на реалистичность. Реалистичность. Реалистичность заведения с помощью именно языковых моделей. Эту реалистичность можно оценить с помощью самых таких state-of-the-art решений. Например, там API-шки OpenAI. И, наверное, первое, что нужно сделать, это осуществить доступ к этой API-шке внутри компании. После того, как какие-то сценарии не заводятся даже с сотой, скорее всего, про них не стоит думать в контексте LLM. Наверное, это не означает, что сценарии надо выкинуть. Просто, скорее всего, они достигаются какими-то другими инструментами. На выходе у вас появится… Да, безусловно, еще надо как-то прикинуть все-таки стоимость разработки. И, в общем-то, отнеся приятное с полезным, выйти с какими-то там топ-двумя-тремя фичами, в сторону которых хочется грести дальше и заводить генеративки. Ну да, наверное, здесь основное. Хочется еще про эту самую… В контексте предоставления этих самых API-шек внутри компании поговорить о том, что это же не просто инструмент для того, чтобы подумать, посмотреть, погенерить идеи. Но существующие API-шки – это также способ быстрой проверки гипотез. То есть, хорошо, вы выделили какие-то сценарии для себя, там, топ-3 продуктовые фичи, которые вы хотите делать. Один из способов – это надо давать себе отчет в том, что мы хотим проверить их максимально дешево. Ну, в мире генеративок ничего не бывает совсем дешево, но то, что даже у нас сейчас уже появились API довольно… Я имею в виду, у нас в стране появились API с довольно качественными решениями, позволяет вам сравнительно дешево на стороне разработки уже что-то покверить и посмотреть, как эти сценарии будут заводиться в продакшене, какая будет реакция пользователей на них и так далее. Скорее всего, на этом этапе плохая идея – делать какой-то файн-тюн, например. Гораздо лучше попробовать проверить сценарий через фьюшот. Надо понимать, что если мы пользуемся внешними API, то это надо делать с оглядкой на чувствительность ваших данных, насколько вы готовы отдавать данные вашего продукта наружу. Скорее всего, что-то можно отдать, но, наверное, не все, поэтому не все сценарии могут быть таким образом проверены. На текущем этапе вам лучше всего понять, какое же качество минимальное для того, чтобы сценарий выжил и полноценная разработка, полноценная доработка генеративки вашими силами стартовала. На скриншоте как раз представлен такое внутреннее решение, которое собирает разные модельки и дает возможность их заводить, покверить разными сценариями. Да, по ресурсам. В общем, я сказал, чтобы стартовала та самая разработка, вот надо понять, что здесь мы хотим делать, собственно, сами, и где проходит та грань, дальше которой мы сами не хотим, в общем, руками залезать. Здесь, понятно, есть два полюса. Это все делать самим и ничего не делать самим. Ну, что можно вообще, что может быть не свое? Не свое, а может быть модель, я имею в виду притрейн. В принципе, наверное, и фантюн тоже этих моделей, и лайнмент этих моделей тоже, в принципе, сейчас вендоры предлагают. Ресурсы. Ресурсы, понятное дело, тоже могут быть не ваши, а могут быть ваши. Ну, то есть здесь, как бы, кажется, есть облачные решения, которые позволяют вам, например, хостить какие-то генеративки, но реальность пока такова, что эти облачные решения делают так, что это становится не очень выгодно. Эту проблему, как раз, решают те самые пресловутые API, потому что их экономика рассчитывается так, чтобы и вам было хорошо, и им. И в целом это, ну, в большинстве случаев экономически оправдано, если только у вас не супер-хайлот какая-то история, которая в целом не всегда очень гладко ложится на генеративки, и просто тупо очень дорого, потому что у вас очень большой РПС. Вот. Поэтому, по сути, три составляющие, которые вы можете делать, вернее, решать, делать или нет, это, собственно, чей притрейн, мой, хочу я туда идти или не хочу. Для некоторых, ну, чтобы здесь ориентироваться, надо понимать, что для некоторых сценариев это как бы вынужденная история. То есть, ну, вот мы, например, в почте с этим столкнулись, что никакие ухищрения на этапе фантюна, пока ты не передашь данные для притрейна, не помогут сделать, ну, хорошую генеративку. То же самое с фантюнным алайнментом. Поэтому, как бы, надо понимать, что вы это делаете все-таки для какого-то сценария в вашем продукте. В вашем продукте уже есть данные, соответственно, на этих самых данных надо докручивать генеративку. По ресурсам, ну, здесь как бы вопрос того, вопрос ваших возможностей. Идеальный сценарий, конечно, собирать это все у себя, но для расчета экономики, в принципе, достаточно что-то где-то позаводить на одной завалявшейся, пускай даже там игровой видеокарточке где-нибудь, и примерно понять вообще, о чем мы ожидаем потом. Какие у нас требования с точки зрения нагруженности нашего продакшена, насколько реалистично вообще вписать на него генеративные сценарии. Хороший пример. Какая-нибудь история с… Не стоит рассчитывать, что генеративку можно завести на безусловные от пользователя сценарии. Например, чтобы что-то происходило в фоне от пользователя на всем множестве писем, потому что их просто очень много. Гораздо более реалистичная история – это предложить пользователю кнопку, когда он сам вам скажет, что окей, в данный момент я хочу воспользоваться генеративной фичой. Это очень сильно срежет вам воронку и сделает запуск сильно более реалистичным. Если мы говорим про то, какая еще важная составляющая успеха генеративок, это, конечно, топливо для нее, это данные. Тут, скорее всего, вариантов не брать свое нет, если только вы не совсем в чистом поле начинаете. Мы уже сказали, что ваш сценарий означает, что, скорее всего, у вас уже есть какой-то продукт, в нем есть какие-то данные. И это первый и ключевой источник того, на чем можно готовить эту нейронку. Что здесь важно? Что как только у вас появляется какой-то прототип, то важным этапом данных становится фидбэк от пользователя. Причем есть очевидный способ собрать фидбэк – это выкатить какой-то MVP, повесить на него кнопочки палец вверх, палец вниз и использовать эти пальцы для того, чтобы потом корректировать поведение. Есть еще важная мысль, заключается она в том, что само взаимодействие пользователя с вашей фичой – это тоже источник данных. Например, вы предложили пользователям инструмент генерации идей в сервисе заметок. Вы все продумали классно, все хотят, продукты очень заинтересованные. Вы нарисовали макет, в котором такая одна строчка, в которой предполагается, что пользователь напишет тему, на которую хочет сгенерировать идеи. Вы выкатываете эту строчку пользователя, а пользователь туда бахает абзац, и вы понимаете, что ваш флоу ломается немножко и с точки зрения модели, и с точки зрения интерфейса. Это тоже очень полезное знание, которое стоит заюзать прямо в момент его получения. Данные для генеративок, особенно на этапе лайнмента, ключевым фактором для этих данных становится их разметка. Это, понятно, самая болезненная история, потому что данных нужно много, размеченных данных нужно много. Еще хорошо, чтобы они были очень качественно размечены, а не как вы привыкли. У вас еще, возможно, нет никаких AI-тренеров, но размечать уже как-то надо. Тут есть хороший лайфхак – воспользоваться помощью ваших коллег. Надо помнить, что это вообще-то очень хорошо образованные люди, которые могут прекрасно всякий разный краудсорс делать. И грех этим не воспользоваться. При правильной мотивации они будут рады вам помочь. Хорошая новость еще заключается в том, что, кажется, для каких-то новых сценариев не всегда нужно очень много данных на этапе файнтьюна. Это лучше начать с того, чтобы собрать 500 качественно размеченных точек и уже с этими 500 точками докручивать модель. Мы действительно проверяли, ставили эксперименты, что там от 500 точек и выше в целом сценарий уже начинает выучиваться. Конечно, в зависимости от сложности сценария, но тем не менее. Я к тому, что это не повод ждать выхода 10 AI-тренеров, чтобы что-то покрутить. И еще важно сказать, что вопреки такому всеобщему пониманию нехорошо использовать в качестве данных синтетику, сгенерированную различными моделями. Грубо говоря, юридически эти опишки этих вендоров запрещают и очень следят за этим. На самом деле это важный фактор. Понятно, что есть какие-то вещи, которые для нас как будто бы не наши. То есть вряд ли к нам придет OpenAI и скажет, что это вы тут решили на нашей модели синтетики позаводить, когда вообще так делать не надо. Но так действительно делать не надо, и лучше бы обойтись без этого. Чужие генеративки стоит использовать, ну, может, там, для сравнения. Например, для каких-то метрик качества это ок, а вот для того, чтобы массово их генерировать и потом учиться на них, нехорошо и этически, и юридически. Ну и, кстати, не всегда хорошо сказывается на конечном качестве. Ага. Будем ускоряться. Важная история любого проекта – это история с рисками, что может пойти не так по пути заведения языковой модели. Самый, понятно, распространенный, набивший оскоминный риск – это их галлюцинации. Тут как бы никуда от этого не деться. Чем больше модель, тем меньше она галлюцинирует. Но как бы полностью от этого избавиться нельзя. Тут можно разве что подстраховать это на уровне продуктовых механик, например, не давать пользователю возможность чисто продуктово как-то так предусмотреть фичу, чтобы не давать пользователю возможность общаться с моделью вообще прям на любые темы, вот как ему в голову возбредет. Это, конечно же, прямой путь к тому, что модель будет выдавать не то, что вы от нее ожидали. Да, интересный такой нюанс с рисками – это лицензии. Если вы вдруг на этой шкале самому делать притрейн или брать open-source, идете в сторону open-source, то не всякий open-source вы можете докручивать для того, чтобы потом внедрить его в production. И лучше узнать об этом раньше, чем позже. Например, компании, которые нельзя называть с этой сцены, явно прописывают, что вы должны их упоминать в пользовательском соглашении, если вдруг берете их притрейн. Неприятный нюанс, который стоит учитывать заранее. Безусловно, сроки – это ключевой риск в любом проекте. Здесь есть хорошее новое, что сроки здесь иногда страдают не только в худшую сторону, но и в лучшую. Понятно, что можно как-то там… Классическая история затерся, чекпоинт – это прям минус недели разработки, потому что это все долго училось. Но, например, вы думаете, что у вас есть время типа на запуск до конца этого месяца, и нужно обеспечить определенный срупут в вашем сервисе к этому моменту. Что-то у вас там не очень получается успеть к этому сроку, а запускаться все равно нужно. Вы запускаетесь и с удивлением обнаруживаете, что вообще-то пользователи не пришли на этот срупут, и как бы срок немножко для вас становится более оптимистичным. У вас появляется дополнительное время. Ключевой, наверное, риск помимо галлюцинации – это этичность модели. Тут очень важно снова становится, какой притрейн у вас, ваш собственный или заимствованный в сообществе. Если это ваш собственный, то на старте он будет столь же наивен, как маленький ребенок, он не будет отличать плохого от хорошего. Опенсорсные решения подразделяются, как многие из вас знают, на чат и инстракт-версии. Вот в инстракт-версиях какая-то этичность, в принципе, уже присутствует, которой на первых порах может быть для вас и достаточно. Но если вдруг вам понадобится потом съезжать с этого опенсорса на собственный притрейн, надо понимать, что в этот момент вся этичность модели обнуляется, и он начинает снова прекрасно общаться на любые непотребные темы. Есть соблазн полечить это промптом, придумать вот такой промпт на целый абзац, в котором написать все, что не должен делать ваш помощник. Плохое множество заключается в том, что в этот момент он начнет говорить, что ему сказали это не делать, прямо в ответе. Вот таким образом у нас тут в примере Ломоносов стал светочим толерантности. Ну и да, и здесь сложность заключается в том, что действительно мало русскоязычных данных, на которых можно этичность трейнить. Все эти истории типа антропика, они очень хороши и очень специфичны для английского языка. В русском приходится упражняться самим. В частности, мы доупражнялись до того, что опять же нам помогали коллеги генерировать какое-то удивительное количество токсичных запросов. Это упражнение понравилось им больше всего. Из всего того, что мы просили помощи, там они были наиболее рады помочь. Да, обещал рассказать немножко про скорость, почему есть преимущество в том, чтобы не очень сильно торопиться. Давайте просто немножко соотнесемся с тем, где мы находились, например, год назад, когда был только OpenAI, и немножко какие-то потуги Гугла с ним посоперничать. И сейчас у нас, как чуть ли не каждый день, меняется лидер на арене open-source, то есть каждый день появляются все лучшие и лучшие модели. То есть банально растет качество этих генеративов, которые вы можете брать и применять сразу. Во-вторых, улучшаются инструменты, они становятся более оптимизированы по инференсу, по обучению. То есть мы лучше квантизуем модели с меньшей потерей качества. То есть сейчас ввязываться в эту историю во многом и проще, и качество на выходе будет лучше, чем, например, год назад. Появляется опыт конкурентов. Мы понимаем, какие сценарии у кого-то взлетели, а какие сценарии, видимо, не взлетели, судя по тем сигналам, которые доносятся. Причем технологический опыт конкурентов тоже не только то, что написали в статье на Хабре, но и действительно мы, и мы, и наши коллеги заинтересованы в том, чтобы делиться на мероприятиях типа такого какими-то подробностями, ну там на грани НДИ, не переходя за эту грань. Это очень ценно, и это действительно обогащает все наше сообщество здесь. Но все же очень сильно отставать здесь не стоит. Ну, во-первых, потому что есть шанс тогда не сделать ничего и никогда, а все-таки мы говорили о том, что в этом направлении нужно бежать просто, чтобы стоять на месте. Ну и как бы это все-таки новый рынок, а он имеет тенденцию быстро насыщаться, стать 12-й по счету опишкой, которая предоставляет доступ к генеративной модели, наверное, вы уже экономически ее не сможете прокачать. Да, в общем, ближе к концу вот тот самый чек-лист, который мне лично очень пригодился, теперь он у меня есть, рад поделиться им с вами. Последовательность вопросов, над которыми надо осознанно поразмышлять. Если все сделать правильно, то удастся получить ту самую модель, удастся получить те самые фичи, вот по QR-коду, собственно, место, где можно с нашими конкретно решениями ознакомиться. Далее даже будет небольшое видео на этот счет. Я помолчу. Субтитры сделал DimaTorzok Как-то так, да. Это еще не все. В качестве бонуса, смотрите, с нашими коллегами мы сообразили несколько таких забавных вредных советов на тему LLM. Вот в частности один из них. Если вы с StreamGlass решили LLM-ку свою сделать, посчитали, сколько стоит, приходите к CTO, говорите, что вам надо. Тысячи карт, пятьсот разрабов. Все дадут. И даже больше. Очень просто и легко. Как вы понимаете, нет. Вот. По QR-коду там еще примерно с двадцаток. Их кажется довольно прикольно. И чтобы добить вас с QR-кодами, вот эти все самые главные, тот, который посерединке, потому что он приглашает вас вас в наш общий канал, в котором есть еще и чат, общий на весь ВК канал, посвященный искусственному интеллекту и машинному обучению. Вот. На этом у меня, наверное, все. Жду ваших вопросов. Друзья, я тоже иду к вам. Дим, спасибо большое за доклад. Очень важно, запуская большие проекты, думать на берегу. Какие сюрпризы они могут принести и чего мы от них хотим? Коллеги, ЛЛМки, наболевшие вопросы, пожалуйста. Что хотите знать, но стеснялись спросить? Пожалуйста. А у меня два вопроса, если можно, сразу задам. Пожалуйста. Первую, какую можете посоветовать лучшую модель для работы с русским языком, которую можно он-премис запускать сейчас? Я слышал Сайгу. Вот, как бы, советуют именно для русского языка. И второй вопрос, если сразу задам, это для задач НЕР, Named Entity Recognition, пробовали использовать ЛЛМки и насколько, как бы, это эффективно было? Ну, допустим, выдергивать имена, адреса, что-нибудь в этом. Мне кажется, мы буквально сегодня в чате обсуждали НЕР на ЛЛМке, но там был НЕР на первой ламе, и он, как бы, был вообще не ок. Но есть рекомендация попробовать НЕР на третьей ламке, и вроде бы он уже неплох. А по первому вопросу, значит, рекомендация по русскоязычным моделям. Слушайте, ну, самая простая рекомендация, это API-шки Яндекса и Сбера. Он-премис, именно он-премис, который можно запустить. В смысле, open-source, что ли? Да, open-source и на локальный, который можно запустить на машине. Локально. Локально. Ну, как бы, вот все, что, к сожалению, да, специфика наша такова, что все, что вот в арене бьет друг друга, ты запускаешь, оно потом в русский язык два слова связать не может, в смысле в правильных падежах. Поэтому я даже не знаю, честно говоря, мне с AIGA тоже не очень нравится. Вот надо, наверное, либо API-шки, либо самим делать. Я не знаю, но может что-то еще есть? Пожалуйста, давайте вот в первом ряду. Скажите, а у вас получилось какие-нибудь продукты уже запустить, хотя бы в тестовом виде на основе LEMAC, и про NER, есть статья от GPT-NER, для английского языка решает задачу. Хорошо. Ага, спасибо за второй пункт. А по первому пункту, вот там перед видосиком был QR, я могу на него вернуть. Нет? Вот этот QR, он как раз про то, что нам удалось сделать. Да, на самом деле, оно сейчас уже доступно всем в почте, в заметках, в календаре и в облаке. Спасибо. Друзья, в последнем ряду, пожалуйста. Да, привет. Спасибо, во-первых, за доклад. Во-вторых, такой вопрос. Почему LEMAC в заметках не умеет убирать хэштеги и эмоди? Не умеет что сделать? Убирать эмоди и хэштеги. А, в смысле не умеет. Там просто один из сценариев — это написать пост в соцсеть, и она там, в общем, призвана их проставлять. Но там есть два других сценария, которые не предусматривают эмоди и хэштегов. Ну, если я очень прошу не писать, почему она не может не написать? Ну да, это тонкий момент, надо будет обратить на это внимание. Типа написать пост в соцсеть, но без эмоди. Она типа с эмоди, да? Да, на самом деле, мы тестируем гипотезу о том, чтобы писать новый пост в сообществах от имени администратора. Очень ждем ВК ГПТ. И пока тестируем заметно. Да, дождались уже, ладно уж. Да, да, скоро будет опишка. Вот, и столкнулись с такой проблемой, хотела спросить. Ну, на самом деле же есть в облаке другая ручка немножко. Там как раз будет без хэштегов и эмоди. Вот, можно в облаке попробовать? Хорошо, спасибо. Там просто специфика документов, она не позволяет эмоди рисовать. Коллеги, пожалуйста, в третьем ряду. Привет. Очень простой вопрос. Ты в докладе упоминал о пишке. Такой вопрос, совпадение или нет, что логотип, вот даже на слайде видно мыло, Mail.ru, GPT, очень подозрительно похож на Notion AI. А мне кажется, это какой-то общепризнанный способ отразить магические фичи и используется везде и у всех, не только у Notion, точно не только у Notion, прям вообще везде. Просто только там видел. Окей, спасибо. На самом деле много где-то. Не думали ли добавить вот эти крутые фишки в Марусю, чтобы как-то усилить нашего помощника и сделать что-нибудь по типу Алисы Pro? Мы обязательно расскажем про это на ближайших мероприятиях, связанных в том числе с командой Маруси. Ну, естественно, думали. В смысле, мы с Марусей частично это все и вместе и притрейнили, и файн-тюнилили. Так что, в общем, довольно большая активность по всей компании. Пожалуйста, в последнем ряду. Да, спасибо за доклад. Подскажите, пожалуйста, нет ли такого ощущения, что все время большинство игроков на рынке, они находятся в позиции догоняющих. То есть есть какой-то лидер, который там недавно в очередной раз выкинул очередную модель с очередными какими-то невероятными функциями, если что, OpenAI, естественно. И все остальные, кто долго-долго разрабатывал какие-то фичи для того, чтобы их добавить, не оказываются ли в положении вновь догоняющих тех, кто должен стремиться к новому стандарту? Ну, то есть это не демотивирует ли при разработке своих моделей? Ну, мне кажется, такого ощущения нет. OpenAI — это, ну, с одной стороны стандарт, с другой стороны OpenAI — это такая площадка для обкатки идей, причем для всего мира. То есть наша задача не с OpenAI соперничать, а сделать качественные фичи при помощи технологии такого уровня качества, которое бы могло соперничать в отдельных конкретных сценариях с решением от OpenAI. И для этого необязательно быть OpenAI и необязательно уметь все, что умеет GPT-4 или GPT-4O. Вполне себе нормальная история. Если бы все чувствовали себя здесь безнадежно отставшими, то, наверное, действительно никто бы уже дальше туда не ходил. А в вашей модели, которую вы сейчас анонсировали, что-то похожее на 4O будет? Не, мы пока говорим исключительно про языковую, ну, короче, про текстовую составляющую, поэтому можно пока этим ограничиться. Но хотя бы идеи есть, как это сделать? Ну, идеи есть много, вот. Просто мы пока не готовы ничего анонсить здесь. Спасибо. Друзья, у нас тайминг. Если в Диме есть какие-то вопросы, уловите его здесь. А я опять воспользуюсь служебным положением. Дим, ты сказал то, что на слайде внутренняя технологичность, то, что такие проекты драйвят команды, и мы наших NLP-шников сконвертировали ЛЛМ-шников. Но ты прошел все этапы от этого проекта, включая пиар и маркетинг. И мне интересно, топ-1 для тебя, как для руководителя, что было самое ценное в этом проекте? Что это тебе дало? Ну, блин, на самом деле… В двух словах о вселенной, да. Ну, смотреть, как команда сама по себе взращивает эту экспертизу, это очень круто. Причем, ну, это касается не только NLP-команды. Да, кстати, слайдик, на котором я не сделал словами акцент, вот про чек-лист, там предполагал такой твист, что, может быть, и не надо нанимать ЛЛМ-команду, а просто дать возможность вашей команде, которая занимается текстовыми задачами, стать достаточно крутой для этого. Вот, на самом деле, вот это всеобщее преодоление каких-то своих потолков, это самое классное, что здесь было. Это касается всего и пиара, и маркетинга, и технической разработки, и выжимания ресурсов. Все, классно. Спасибо. Дмитрий Меркушов, пожалуйста. Да, спасибо. Ловите в кулуарах в прозванке. Друзья. Спасибо.